МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. И смотрите сегодня в программе. Протянуть руку помощи. Ямальцы поддержат затопленный Дальневосточный федеральный округ. В первый раз в первый класс. Четыре сотни муравленковских школьников посвятили в первоклассники. И куда ведет дорога? Нужен ли горожанам новый автобусный маршрут? На Ямале подведены предварительные итоги пожароопасного периода. В этом году для специалистов по пожаротушению он выдался непростым. Цифры говорят сами за себя. С начала сезона потушено 686 природных пожаров на площади 156 тысяч гектаров, что превышает показатели года минувшего на 24 очага. А количество выгоревшей площади в два раза. Участие в борьбе с огнем принимали специалисты Ямалспаса, в состав которого входят 7 поисково-спасательных отрядов, оснащенных необходимой техникой и средствами пожаротушения, а также новоуренгойской частной пожарной охраны. В условиях режима ЧАЭС были привлечены и дополнительные силы других регионов. 49 пожарных десантников из Тюмени, 47 из Екатеринбурга, 132 человека из Федерального резерва. Предварительные итоги в ходе пресс-конференции подвел замгубернатора Ямала Алексей Булаев. Он отметил, что о размере ущерба, который был причинен лесам, говорить пока рано. Об этом станет известно в первой декаде ноября. На Ямале пожароопасный сезон 2013 года, по нашему мнению, приближается к своему завершению. Ну и, конечно же, оценивая прошедший период, мы хотим сказать, что это было испытанием серьезным, как и для заинтересованных структур и служб, которые участвовали в тушении лесных пожаров, ну и, наверное, в целом для региона, потому что вольно-невольно, но пожары коснулись и были ощутимы для населения округа. Нужно сказать, что резкому ухудшению пожароопасной обстановки, конечно же, присутствовали грозы. И в продолжение темы. Накануне губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин принял участие в совещании. На нем рассматривались меры по повышению эффективности использования лесных ресурсов. Об этом сообщает сайт правительства региона. Безусловно, основу экономики автономного округа составляют углеводороды, нефть и газ. При этом регион располагает с значительными возможностями по освоению лесных массивов. В годовом выражении объем лесопользования может составлять более 7 миллионов кубометров, что подтверждает лесопромышленный потенциал Ямала, отметил глава региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реквизиты указаны на официальном сайте окружного правительства. Добавлю, Почта России принимает деньги, предназначенные для благотворительных целей, без взымания комиссии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 сотни первоклассников в нынешнем году в Муравленко впервые сели за парты. И уже по доброй сложившейся традиции маленьких школьников в торжественной обстановке посвятили в первоклассники. Как это было, расскажет Татьяна Сорокина. В первые дни сентября на центральной площади Муравленко отмечают праздник первоклассников. Посвящение в первоклассники – одна из традиций, которая помогает вчерашним дошколятам почувствовать себя по-настоящему взрослыми. Ребята произносят торжественную клятву, а взамен получают медаль. Аплодисменты родителей, аплодисменты воспитателей, аплодисменты школьных вкрутителей. Нынешний год – особенный для муравленковской системы образования. Этот праздник сегодняшний еще замечательный тем, что это 11-й день посвящения в первоклассники. То есть нынешние 11-ти классники – это были первые ученики первых классов, для которых в городе проводилось посвящение в первоклассники. Поэтому такое особое, может быть, событие для города сегодня и для образовательной системы города. Сегодняшние первоклассники будут учиться уже по новому образовательному стандарту. Но пока маленькие школьники навряд ли задумываются о таких сложных вещах. Для них сейчас самое главное – хорошо вести себя на уроках и знать, как зовут учительницу. Она никогда на меня не ругается, а кто себя всегда плохо ведет, того она всегда поругает. Настюш, а чему ты научилась вот уже за эти несколько дней в школе? Я научилась хорошо себя вести и хорошо рисовать. Татьяна Сорокина, Тимофей Сопильник. Новости нашего города. В рамках проведения в Муравленко недели безопасности во всех детских образовательных учреждениях сотрудники пожарной части проводят встречи, в ходе которых ребятам рассказывают правила поведения при пожаре. Кроме того, полученные теоретические знания позже отрабатывают на практике. За одной из учебных эвакуаций наблюдал и наш корреспондент Эрнест Бавшин. В сентябре в Муравленко, как и по всему округу, проходит месячник пожарной безопасности. Начиная со 2 сентября в городе проводятся масштабные учения по эвакуации детей из условно горящих учебных зданий. Но перед этим с ребятами проводят профилактические беседы. Им демонстрируют учебные мультфильмы, в которых наглядно и, самое главное, доступным для детей языком рассказывают, как вести себя при пожаре. Дети охотно включаются в беседу и с удовольствием отвечают на вопросы. При этом демонстрируют достаточно хорошие знания в области пожарной безопасности. Учебные тренировки по отработке планов эвакуации в образовательных учреждениях проходят регулярно уже более 10 лет. За эти годы педагоги, ученики и воспитанники детских садов выучили до автоматизма свои действия на случай возникновения чрезвычайной ситуации и готовы покинуть здание школы или детского сада за считанные секунды. Вот и в этот раз тишину коридоров нарушает сигнал тревоги. Так началась учебная эвакуация из 4-й школы. Дети в сопровождении учителей быстро покинули помещение, а в это время на территорию школы уже въезжали огнеборцы. Условный пожар начался в помещении столовой. Через несколько минут огнеборцы доложили о локализации возгорания. Подводя итоги, старший дознаватель группы дознания Антон Винниченко отметил, что персонал школы хорошо знает свои обязанности. Работники вызвали пожарную охрану, как только обнаружили возгорание. Педагоги оперативно и без паники вывели детей из здания. Действия сотрудников были правильными, слажными, четкими. То есть они вывели детей, вывели их на безопасное расстояние, сообщили по данным экранам, и предприняли все необходимые действия в данной чрезвычайной ситуации. Подобные учения будут проходить весь сентябрь во всех общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Завершился второй этап соревнований школы безопасности. Муравленковские команды напряженно боролись за победу. До последнего момента оставалось неизвестным, кто станет победителем, потому как все команды демонстрировали хороший уровень подготовки. Однако по итогам всех этапов третье место у команды средней школы номер 4, на втором ребята первой школы, а призовое первое место у команды школы номер 5. Если говорить о баллах, да, она на самом деле небольшой, от 30 до 37 баллов. То есть школу показали достаточно хороший уровень. Я же говорю, что у нас очень обширная была программа творческих заданий, где школы могли подготовиться и проявить максимум смекалки, творчества, что они, собственно, и представляли. И те сложные самые испытания, которые проходили у нас в лицо, именно 5 числа, школы также достойно противостояли тем трудностям, которые им предстояли. Город растет и развивается, а вместе с этим увеличиваются и потребности людей, в частности в транспортных услугах. Городские власти сейчас прорабатывают необходимость введения нового автобусного маршрута. Подробности в следующем материале выпуска. Собственно, речь идет не столько о введении нового маршрута, сколько о возобновлении старого, который был отменен несколько лет назад. Маршрут номер 4 проходил по улице Дружбы народов. Порядка 3-4 лет назад он был отменен в связи с малой востребованностью, но пассажирские перевозки в связи с тем, что очень они затратны, поэтому все зависит от пассажиропотока. Чем меньше пассажиропоток, тем больше себестоимость того или иного маршрута, тем выше затраты у предприятий, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам. Активность пассажиров городского транспорта в небольшом городе во многом зависит от сезона. Во время холодов она, соответственно, довольно высока. Летом пассажиропоток снижается, особенно на периферийных маршрутах. Поэтому, к примеру, пятерку летом отменяют. Вопрос введения нового маршрута – дело не одного дня. Перед тем, как запускать маршрут, необходимо все подготовить для того, чтобы он нормально функционировал. То есть подготовить посадочные площадки, оборудовать их павильонами обязательно, и только после этого уже согласовывать сам маршрут с органами государственного надзора. Если и будет решен вопрос с открытием нового маршрута, то это, скорее всего, не раньше сентября 2014 года. На официальном сайте города уже несколько месяцев проводится опрос о целесообразности введения четверки. Активность жителей города невысока. Проголосовали меньше сотни человек. Поэтому пока судить объективно, нужен ли маршрут, сложно. Мнение водителей городского автотранспорта – иное. Школьники будут ездить. Это не самое. Даже вопросов нет. В школу будут ездить. Во все школы, во все садики народ постоянно будет ездить. Там, ну, некоторые там проездные купят, а все равно будут ездить. Это, естественно, надо поводить эти маршруты. Окончательное решение по введению этого маршрута примет комиссия по безопасности дорожного движения. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Ну а далее в программе немного спортивной информации. Определился соперник питерского «Зенита» в одной шестнадцатой Кубка России по футболу. Команда «Лучано» с Полицией поедет в Тюмень, где сыграет с одноименным клубом, являющимся одним из лидеров зоны «Урал-Поволжье» 2-го дивизиона. Уже известно, что матч состоится в последних числах октября этого года. Стартовал очередной сезон континентальной хоккейной лиги. Йомский «Авангард» начал регулярный чемпионат с двух домашних встреч. В первом поединке сибиряки ничего не смогли противопоставить мощной игре питерского СКА и уступили со счетом 1-5. А двумя днями позже мячи с Лихвой реабилитировались перед своими болельщиками, отправив в хоккейный нокаут Ярославский «Локомотив» 5-2. Впереди у «Авангарда» еще две домашние игры. 10-го числа в гости к мячам приезжает Череповецкая «Северсталь», а 11-го сентября – Подмосковный «Атлант». И последнее. 7-го сентября в ходе празднования профессионального праздника работников нефтегазовой промышленности в Доме культуры «Украина» состоялось корпоративное мероприятие «Газпромнефть-Муравленко», в рамках которого прошла торжественная церемония награждения сотрудников предприятия, а затем перед виновниками торжества выступил вокально-инструментальный ансамбль «Здравствуй, песня». На праздники побывала и наша съемочная группа. Мероприятие началось с видеообращения председателя правления, заместителя председателя совета директоров ОАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя правления генерального директора «Газпромнефти» Александра Дюкова. Перед компанией стоят амбициозные цели, и у меня нет никаких сомнений, что эти цели будут достигнуты, потому что фундамент этого – это люди, тот коллектив единомышленников, который работает в «Газпромнефти». Я хочу всех поблагодарить за отношение к делу, за целеустремленность, профессионализм и ответственность. И хочу пожелать успехов, всего самого доброго вам и вашим близким. Уважаемые коллеги, с праздником, всего самого доброго. У нас с вами амбициозные цели, но наша стратегия развития зависит не только от доступа к новым технологиям и к финансовым ресурсам. Основа нашего успеха – это команда профессионалов, объединенных общими целями и ценностями. Я от всей души поздравляю вас с нашим праздником. Желаю всем профессиональных успехов, счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Я в работниках нефтяной и газовой промышленности. С праздником! А для того, чтобы лично поздравить коллектив «Газпромнефт-Муравленко», в город приехал человек, которого здесь многие знают и уважают – Юрий Шулив. Долгое время он возглавлял НГДУ «Муравленкоскнефть», затем трудился в Ханты-Мансийском автономном округе, а сегодня он директор дирекции по добыче компании «Газпромнефть». В своем выступлении Юрий Викторович отметил, что все достижения компании – это труд нефтяников «Муравленко» и «Ноябрьска», а в будущем наши два города станут базовыми по освоению полуострова Ямал. И сегодня, наверное, если посмотреть, то очень, наверное, в каждой компании как минимум 30-40% присутствует специалистов или из «Муравленко», или из «Ноябрьска». То есть на руководящих работах, на работах, которые производят по подземному, капитальному, по бурению, поэтому я еще раз говорю от руководства БРД, от себя лично, поздравляю вас, у вас есть перспектива и спасибо вам за хорошую работу. После того, как были сказаны все слова поздравлений, началась церемония награждения лучших работников «Газпромнефть» «Муравленко». Заслуженные награды от компании получили несколько десятков человек. Один из них – это Николай Фролов, директор спортивного зала. «Награда получать всегда была приятная, что можно еще сказать. Ну, в общем-то, может быть, даже неожиданно как-то, но приятно». Завершилась торжественная церемония концертом. Вокально-инструментальный ансамбль «Здравствуй, песня» исполнил всеми известные и любимые композиции 80-х годов. Это песни «Птица счастья», «Синий-синий-ини» и многие другие. Все присутствующие в зале под звуки этих мелодий вспомнили молодость и те былые времена, когда они приехали на север осваивать нефтяные месторождения. Эрнст Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 11 сентября в Салехарде плюс 9. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. В Ноябрьске 6 градусов тепла. Северный ветер до 6 метров в секунду. В Муравленко 11 сентября плюс 6. Ветер северный до 6 метров в секунду.